Итак, 30 лет. 30 лет мы слышим уже о том, что задача искусства — потрясать. То есть это то, что нам почему-то декларируется, что задача искусства — потрясать. Это то, что должны художники дать миру. А больше они ничего не должны. Больше искусства ничего не должно. И, к сожалению, именно эту догму подхватило очень много деятелей культуры. И что мы получили в результате? Мы получили в определенном смысле, сейчас я буду перечислять, что это связано и с кинематографом, но тем не менее. Мы получили Моргенштерна на Петербургском международном экономическом форуме, на площадке, где выступают президенты. То есть таким образом мы совершенно уравняли вот этого дегенерата с президентами в страны мира. Мы увидели товарища Милохина и продолжаем, кстати говоря, его видеть. Мы видим в центре Москвы вручение премии Муз-ЦВ в то время, когда якобы разгар пандемии. Мы видим о том, что на сцене впрямую испражняется в спектакле Богомолова. Мы видим практически в каждом фильме, особенно на кинофестивалях, именно в кадрах фестивальными кино, на международных фестивалях, или половые извращения, или просто половые акты, снятые, взятые крупным планом, с какими-то новыми технологиями. И почему-то это считается нормальным. То есть, как вы считаете, может быть, хватит уже потрясать. На сегодняшний день родительское сообщество, а я знаю, про что я говорю, с недавнего времени я являюсь членом Родительской палаты и препатриаршей комиссии, я хочу сказать, что родительские сообщества воют. Воют, потому что они не знают, как своих детей спасти, потому что дети сейчас практически уже не поддаются воспитанию. И на сегодняшний день, когда мы говорим о том, что да, Конституция не права, потому что в Конституции, да юра, мы не имеем права на идеологию, простите, но де-факто происходит сегодня ментальная война, и мы прекрасно это знаем, ментальная информационная война, они забирают у нас наших детей. Покажите мне сегодня какое-то подростковое сообщество, которое хотят стать родителями, где мальчики хотят встречаться с девочками порядочно, для того, чтобы книжки обсуждать, для того, чтобы хорошее кино смотреть. Когда наши дети в последний раз смотрели, к примеру, советские фильмы? Когда? Они не понимают, что это такое, они считают, что это скучно, что это неинтересно. Вот что сегодня из себя представляет наше подрастающее поколение. А каких мы увидим внуков? Они вообще будут у нас? Европа вырождается, Германия, точку невозврата уже прошла, а мы до сих пор смотрим, как у них там на Западе, сколько это будет продолжаться? Почему мы не занимаемся нашей национальной идеологией, нашей национальной культурой? Почему мы каждый раз косимся туда? Не надо больше этого делать. Нам разве не хватило Олимпиады? Простите, отвлеклась. Итак, Никита Сергеевич в лице председателя Союза кинтографистов несколько лет назад утвердил уже этическую хартию. Николай Петрович Бурляев 11 ноября 2021 года совсем недавно в Государственной Думе, в своем первом выступлении высказал мысль, мысль, предложение о том, что необходимо уже вернуть культуру с панелей и необходимо утвердить кодекс чести деятелей культуры Российской Федерации. Безусловно, я глубоко поддерживаю эти их предложения. Но есть одно у меня такое, как бы, не то чтобы несогласие, но корректировка очень важная. К примеру, в этической хартии написано о том, что это добровольная хартия. То есть кинтографисты добровольно на себя берут обязательства, так сказать, сеть разумной, доброй, вечной. Ведь положения хартии прекрасны. Я за то, чтобы сделать их обязательными. Неоднократно упоминалось уже о том, что, к примеру, в Голливуде в 60-е годы был утвержден кодекс Хейса, так называемый кодекс чести Хейса. Но давайте тогда мы с вами проаналитируем, откуда он взялся, кто был учредителем этого кодекса, а это были основатели Голливуда. Наверное, сейчас нет смысла рассказывать, кто они были, с какой целью они это делали. Основная мысль, которая высказывалась в этом кодексе Хейса, что кинематографисты, как сотрудники Института программирования общества, потому что Голливуд, это все равно Институт управления обществом, Институт манипуляции обществом, и, соответственно, продюсеры, режиссеры, актеры должны нести ответственность за происходящие в обществе перемены и за модели поведения. И в 70-е годы кодекс Хейса отменили. Почему? Потому что именно в эти годы стал работать Эсселенский институт, который стал навязывать античеловеческие ценности, который стал говорить, началась сексуальная революция, началась революция так называемых дегенератов, и мы все видим, к чему это уже привело. Появилось, тогда же появилось окно Авертона, окно дискурса Авертона. Почему оно появилось? Потому что появился запрос на расчеловечивание. Если появился запрос, то появился человек, который, пожалуйста, создал это окно Авертона, которое сейчас в действии, и уже не первое десятилетие. Плоды мы видим с вами. У нас сейчас, у гражданского общества, есть запрос на очеловечивание. И этот запрос, безусловно, к нам. Ведь если вы разговариваете с простыми родителями, если вы едете по стране, вы встречаетесь с простыми людьми, они говорят, почему вы там сидите, вы молчите, вы ничего не делаете? Вы разве не видите, что с нами происходит? Посмотрите, весь интернет пестрит деструктивным контентом, который, понимаете, как снайперские удары в несформировавшиеся мозги наших детей попадает. Онлайн-кинотеатры, то же самое, разгул расчеловечивающих идеологии. И это целенаправленные удары. Мы знаем, что огромное количество институтов работают для того, чтобы растлить наших детей. И это действительно война. Да, она идет очень серьезная. Так вот, запрос на очеловечивание. Потому что хватит потрясать. Пора преобразовывать, как гласит этическая хартия, и, между прочим, как заявляет, к чему призывает новая стратегия национальной безопасности, которая была учреждена 2 июля 2021 года. Положение этой стратегии я зачитывала уже два раза. Сегодня я не буду этого делать, потому что, если вы захотите, вы сами откройте ее и прочитайте. Она поддерживает то, о чем я сегодня сказала. То есть традиционные семейные ценности, приоритет высоких нравственных идеалов. И это то, на что нам сегодня можно опираться. Это есть, может быть, та самая бумажка, которая поможет нам изменить положение культуры на сегодняшний день. В связи с этим, как единственный представитель гильдии актеров на сегодняшнем собрании съезда... Ну, не единственный, не единственный. Не бери на себя так много. Посмотри в зону. Мне сказали, что единственный, который записался на речь, на выступление. Так, ну ладно, не будем спорить продолжать. Тебе долго еще? Хорошо, простите. Да, хорошо. Ты говоришь очень хорошо. Да. Да, регламент. Я помню про регламент. Большое спасибо, что вы напомнили. Безусловно, то, о чем я сейчас говорю, совершенно не важно. Но я продолжу, у меня один пункт остался. Номер, да, последний. Итак, актеры. Актеры, как лицо любого проекта, как публичные люди, как носители культурного кода, должны обрести правовую субъектность. В данном случае я имею в виду о том, что вот при заключении контрактов мы все имеем такой пункт о передаче прав на изображение, на воспроизведение голоса права третьим лицам. И таким образом, герой, которого актер сыграл в фильме, может быть, вот его и вот это изображение, эти кадры могут быть использованы в разных других, не знаю, там, в рекламе, где угодно, потому что эти права перешли уже неким третьим лицам. Это нарушает правовую субъектность и превращает актера в вещь. То есть это, получается, объект манипулирования, причем любыми третьими лицами, которые, наверное, договорятся с продюсерами данного продукта, с которым, данного проекта, с кем актер заключил этот контракт. Очень важная вещь. Мы все с вами смертны. Пожалуйста, нам необходимо что-то сделать для того, чтобы прекратить пляски смерти, пляски на костях уже умерших актеров. И здесь очень-очень много тоже актеров поддержало этот пункт. И даже вот в том положении, которое мы сегодня приняли, там есть уже все эти пункты. Я видела и понимаю, что вы над этим действительно уже работали, как раз в свете новой стратегии национальной безопасности, но все равно я про это еще раз проговорю, потому что это очень и очень важно, защитить честь тех актеров, которые сами не могут этого сделать. Третье. Обязать всех... Спасибо. Обязать всех деятелей культуры Российской Федерации следовать положениям этической хартии и новой стратегии национальной безопасности. Именно обязать, а не сделать это добровольным. Дальше уже я художник, я так вижу. Нет. Ты не имеешь права на сегодняшний день играть на... Вот в этой ментальной войне выступать на позиции врагов по отношению к своему народу. И, наконец, сегодня, да, вот уже ушел Николай Петрович, я хотела к нему обратиться, как депутата Государственной Думы, для того, чтобы он помог решить вопрос с помощью нашим деятелям культуры. Вот Собянин, к примеру, в Москве доплачивает москвичам, а что делать актерам и другим деятелям культуры в том же самом Подмосковье, в других регионах. То есть поставить серьезно очень этот вопрос на сегодняшний день. Мы сами с вами видим, мы не слепые, мы видим, как одеты прежние звезды и понимаем, что они нуждаются. Им необходимо, необходимо помочь, потому что еще живы те наши соотечественники, для которых вот эти нищие, плохо одетые актеры, кумиры по-прежнему. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, уложилось в регламент.